к следующей теме и она у нас как раз касается привлечения субсидиарной ответственности генеральных финансовых директоров и главных бухгалтеров сейчас откроем презентацию да соответственно субсидиарная ответственность финансовых директоров и главных бухгалтеров основные риски возможные стратегии защиты ну как уже да только вашу почту к сожалению презентации не открыл давайте попробуем еще раз давайте вы наверно просто поделились именно почтой просто откройте себе презентацию и снова нажмите на зеленую демонстрацию экрана сейчас открылась даже все нормально да сейчас супер замечательно и так по поводу субсидиарной ответственности финансовых директоров и главных бухгалтеров что здесь можно сказать ну опять же вернемся чуть-чуть на назад потому о чем говорили что у нас закон ввел понятие контролирующих должника лиц кдл и вот это понятие кдл если для генерального директора она практически презумировано мы всегда понимаем что генеральный директор он контролирующее лицо для других лиц здесь есть определенные проблемы именно с точки зрения доказательной базы доказательства того что это лицо действительно является контролирующим должника лицо у нас закон прямо указывает пункт 4 статьи 61.11 закона о несостоятельности указывает что кдл могут признаваться также должностные лица на которых возложены обязанности ведения бух учета а также хранение документов бух учета и финансовой отчетности должника но здесь нужно сразу сразу оговорить несколько моментов во первых у нас достаточно часто бывает так что глава должность главного бухгалтера в компании она не формализована только в каких-то крупных компаниях это далеко не всех у нас главный бухгалтер является но некой формализованный такой единицы у него тоже есть подпись право подписи финансовых документов и и так далее то есть если это есть это важно и это несколько повышает риски этого человека есть его должность не формализована риски тоже сохраняются но они значительно меньше часть чаще всего бухгалтеров то есть вопрос является ли бухгалтер финансовый директор главный бухгалтер контролирующим должника лицом он спорный есть дальше вот мы посмотрим практически моменты есть решение суда где суды признают бухгалтеров и главных бухгалтеров кдл есть решение где суды не признают их таковыми чаще всего статус признается если эти лица получали какие-то выгоды какие-то бонусы от тех сделок тех действий которые им вменяются если таких действий не было можно признать статус только на общих основаниях здесь нужно доказать ну смотрите есть еще какие моменты есть моменты например родства то есть если у нас главный бухгалтер это жена генерального директора сестра генерального директора мама или кто-то еще это тоже является таким основанием для признания за этим человеком статуса кдл если мы говорим о том что у нас главный бухгалтер это просто независимое лицо не имеющие родственных связей с директором с акционером с каким-то иным бенефициаром компании просто взятый на работу по резюме человек выполняющий свои профессиональные обязанности дальше вопрос о признании его контролирующим лицом он достаточно спорный если действительно есть какие-то доказательства что главный бухгалтер участвовал например входил в какой-то коллегиальный управляющий орган типа правления организации принимал участие в одобрении сделок да есть вам многих крупных компаниях практикам визирование договоров то есть он визировал все договор вот если он получал какие-то премии какие-то бонусы в то время как организация например уже имела признаки неплатежеспособности не рассчитывалась со своими кредиторами то есть вот в этой ситуации у нас возникает опасность для главного бухгалтера за что же может наступить ответственность финансового директора или главного бухгалтера ну здесь список оснований он значительно такой более скромный конечно чем у директора и здесь речь идет прежде всего об искажении сведений бухгалтерской отчетности то о чем мы говорили раньше когда каким-либо решением например налогового органа по итогу проверки установлено что имело место искажения сведений бухгалтерской отчетности отсутствие документов бухгалтерской отчетности их непередачи арбитражному управляющему но это опять же смотрите здесь ответственность ответственность главного бухгалтера наступает в том случае если мы имеем документы например какую-то должностную инструкцию какое-то положение согласно которому хранение этих документов возложено или приказ может быть генерального директора согласно которому хранение этих документов и ответственность за их сохранность возложена на главного бухгалтера это важно ну и также совершение административных административных правонарушений вследствие которого возникло требования кредиторов это типичный случай опять же выездная налоговая проверка какие-то искажения неправильное ведение не учет каких-то налогов сознательное занижение налоговой базы и так далее и в том случае если к ответственности по итогу этой налоговой проверки у нас привлечен не только генеральный директор но и главный бухгалтер обычно это бывает как раз в тех ситуациях где должность главного бухгалтера формализовано то есть есть приказ о назначении на должность главного бухгалтер главный бухгалтер одновременно с генеральным директором подписывает финансово бухгалтерские документы практические действия которые здесь могут быть это не передача документов по бух учету и финансовой отчетности опять же если доказано что эти документы находятся на хранении у главного бухгалтера или просто бухгалтера и он отвечает за эти документы а не директор это отражение документации не подтвержденных первичными документами операций это предоставление заведомо недостоверных показателей бух учетности это утрата уничтожения документов ну причем под утратой уничтожения мы говорим о том что есть ли документов нет они утрачены и никаких оправдательных подтверждений тому нет если у нас документы были украдены бывают такие ситуации периодически происходят ну всякое бывает в жизни да то есть есть соответствующие заявления в органы полиции там проводилась какая-то проверка или возбуждалось уголовное дело то в этих ситуациях у нас ну нельзя говорить о том что главный бухгалтер должен нести какую-то ответственность это также не отражение сведений об объектах формирующих конкурсную массу за счет которых удовлетворяются требования кредиторов то есть это какое-то нарушение в плане учета основных средств товарных остатков и так далее то есть какого-то имущества которое может могло бы наполнять конкурсную массу не проведение инвентаризации имущества компании и не предоставление отчетности контролирующие органы вот здесь как я сказал судебная практика неоднородно есть решение где главные бухгалтеры признаются у нас контролирующими лицами привлекаются к субсидиарные ответственности есть где суды отказывают привлечь таких лиц субсидиарные ответственности есть даже решение когда к субсидиарные ответственности была привлечена аутсорсинговая бухгалтерская компания вот но там есть особенно сейчас я они тоже скажу смотрите то есть первая ситуация когда суд счет правомерным привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности таких дел уже достаточное количество вот здесь мы приводим два дела и папе в первом это как раз ответственность наступила за непередачу документов организации причем суд оценил сумму ответственности в немаленькую сумму больше четырех миллиардов рублей в данном случае суть была в том что хранение и ответственность за хранение этих документов была возложена именно на бухгалтера и лица которые подавали заявление они смогли доказать что у нас бухгалтер отвечал за эти документы документы были в полном объеме не предоставлены соответственно никакой возможности у конкурсного управляющего провести свою инвентаризацию провести анализ сделок для их дальнейшего оспаривания найти какое-то выведенное или может быть даже наличие имущество этой организации конкурсный управляющий не имел соответственно вот эти действия привели привели к такому серьезному ущербу для кредиторов и соответственно у нас был привлечен главный бухгалтер ну 2 2 ситуация которую мы здесь приводим она самая типичная о которой я уже говорил это выездная науговая проверка по итогу которой было сделано вывод о виновности в том числе главного бухгалтера в искажении отчетности занижения налогов по итогу проверки был акт и решения главбух был соответственно привлечен к административной ответственности и дальше уже на этом основании достаточно так скажем легко его суд привлекает к субсидиарке есть решение такое уже экзотика когда суд привлек аутсорсинговую бухгалтерскую компанию да ну сейчас все больше распространения получают ситуации когда бухгалтерия ведется аутсорсинговой компании особенно там в некрупном бизнесе и вот суд привлек в одном из дел о банкротстве такую аутсорсинговую бухгалтерскую компанию за искажение отчетности непроведения ежегодной инвентаризации перед формированием годовой бухгалтерской отчетности скажу так анализ этого решения говорит о том что было несколько факторов почему аутсорсинговая бухгалтерская компания была привлечена во первых договор с данной компанией был составлен таким образом что всю ответственность и за непосредственно ведение финансовой деятельности и за формирование отчетности несла эта компания и и второй момент наверное принципиальный почему собственно суд такое экзотическое решение принял это то что руководитель этой аутсорсинговой компании являлся родственником генерального директора компании должника то есть здесь была была такая явная связь явная аффилированность этих лиц и соответственно они были признанными контролирующими лицами еще и по принципу их их аффилированности есть и обратные у нас примеры примеры когда суды отказывают в привлечении финансистов бухгалтеров субсидиарной ответственности это ну во первых вот мы тоже тут приводим одно из дел когда конкурсный управляющий пытался привлечь главного бухгалтера за не предоставление документации не передачу документов бухгалтерской отчетности но бухгалтеру его юристам которые его защищали удалось доказать что он не может по этим основаниям нести ответственность потому что потому что у него не было должностной инструкции не было приказа где указано что он несет ответственность априори эту ответственность несет генеральный директор и отвечает здесь генеральный директор если каким-то специальным актом это не возложен на глава бухга и Второе дело, где интересное решение было судом принято. Суд указал, что не подтвержден статус главного бухгалтера как контролирующего должника лица, поскольку он имел право давать обязательные указания только своим подчиненным. Возвращаемся здесь к определению контролирующего лица, где говорится о том, что КДЛ это лицо, которое имеет право давать обязательные указания или иным образом определять действия компании должника. Суд сделал вывод, что главный бухгалтер мог только своим подчиненным бухгалтерам давать указания, а другим лицам этой компании он никаких указаний не мог давать, поэтому вот он не КДЛ. В принципе, на самом деле, на мой взгляд, достаточно разумное решение, особенно в той ситуации, если действительно бухгалтер просто выполнял свою трудовую функцию, не являясь каким-то близко аффилированным лицом к руководству и к бенефициарам этой компании. Что касается стратегии защиты, то здесь, на мой взгляд, основной момент нужно делать в том случае, если вы работали бухгалтером, финансистом в компании, и возникает ситуация привлечения к субсидиарной ответственности, то, во-первых, основной момент это доказательство добросовестности и должной осмотрительности наличия. То есть мы знаем, как у нас сейчас определяется должная осмотрительность, что нужно по контрагентам ввести определенные досье, собирать определенную информацию, по крайней мере, в открытых источниках она должна храниться. Добросовестность должна проявляться в своевременном и корректном формировании отчетности, может быть, проведении регулярного аудита, особенно если этот аудит установлен требованиями законодательства. Также речь идет об отслеживании вопросов, связанных с хранением документации. Документация должна быть в порядке, она должна храниться надлежащим образом, потому что может быть какое-то просто, так скажем, халатное отношение к хранению документов, особенно вот если уже компания попала в ситуацию банкротства, мы должны говорить о документах за три года до введения процедуры банкротства, то эти документы должны, безусловно, храниться, они должны быть в порядке, они должны быть подшиты, сформированы и так далее. И самое, может быть, важное, это то, что здесь нужно говорить об отсутствии статуса контролирующего лица, поскольку у нас и постановление Пленума Верховного Суда 21 декабря говорит о том, что не может автоматически быть признано лицо КДЛ, в том числе, если оно замещает должность главного бухгалтера и финансового директора должника. И вот решение суда, о котором мы сказали раньше, о том, что суд говорит, что главный бухгалтер не является контролирующим должника лицом, поскольку он мог давать обязательные указания только бухгалтере и ее сотрудникам, оно тоже здесь в помощь. Таким, наверное, образом, что касается главных бухгалтеров. Соответственно, сейчас готов тоже ответить на вопросы, если они у нас появились. Новых вопросов пока нет, да? Анатолий Павлович, у нас есть вопросы? Вопросы? Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Подскажите, есть ли практика привлечения членов правления и совета директоров? Хороший вопрос. Тоже где-то, может быть, в последующих выступлениях обязательно об этом расскажу. Достаточно интересная практика, она появилась. Она есть. Это тоже, ну, скажем так, из разряда все-таки больше экзотики, потому что у нас, ну, чаще всего по статистике привлекаются на первом месте, наверное, генеральные директора, на втором месте мажоритарные участники компании, то есть те участники, которые контролируют больше 50%. Но есть практика и по членам правления и советам директоров. Недавно рассматривался арбитражным судом дело по привлечению члена совета директоров, и там в качестве оснований было одобрение одной из крупных сделок, которая, по мнению лиц заявителей этой субсидиарной ответственности, привела в том числе и к банкротству. Суд сказал, что привлечь члена совета директоров просто на основании того, что он входил в совет директоров, который одобрил эту сделку, нельзя. То есть, смотрите, первое, если он не голосовал за эту сделку или, например, не присутствовал на этом заседании совета директоров, то его вообще нельзя за это привлечь. Просто по самому факту того, что он был членом совета директоров в тот момент. Второй момент, что даже если он и голосовал за эту сделку, но не был инициатором ее заключения, то здесь также суд сказал, что его, скорее всего, нельзя привлечь к субсидиарной ответственности. То есть, в данном случае было отказано. Там член совета директоров, он проголосовал наряду с другими участниками этого совета директоров, проголосовал за сделку, которая вменялась в вину, но не он был инициатором этой сделки, то есть был инициатор какое-то другое лицо. Вот. Соответственно, он тоже был по данным основаниям освобожден, поскольку он не инициировал эту сделку, он не получал от нее. То есть еще важный момент, который тоже следует учитывать по вопросам субсидиарной ответственности. Получал ли какую-то выгоду, вот это лицо получило ли выгоду от данной сделки? Не получал, не смогли доказать, что он получил какую-то выгоду от сделки и, соответственно, его освободили. Так. В любом случае будет субсидиарная ответственность при банкротстве после проведения проверки ФНС. Ну, скажу так, что в большинстве случаев, к сожалению, да. Поэтому при проведении проверки, во-первых, надо максимально на начальном этапе заниматься оспариванием, если возникают какие-то некорректные действия со стороны налогового органа. Надо оспаривать сначала акт, который налоговики вынесли по итогу проверки, потом решение налогового органа. То есть надо максимально отбиваться по возможности, потому что по итогу, когда уже вынесено решение, когда оно вступило в силу, прошло там апелляцию, там прошло, может быть, судебное обжалование, и не удалось его обжаловать, по итогу есть лица, которые как минимум привлечены к административной ответственности, а там всегда бывают по итогу выездной проверки такие лица. У них риск просто-просто огромный. И только, может быть, какие-то формальные основания, вот типа того, что период, может быть, совершение этих правонарушений был до введения новых норм, позволят им избежать субсидиарной ответственности. Вот, поэтому, да, налоговые проверки – это плохая ситуация. Так, поделываю о том, что субсидиар... Ваше отношение к определению Верховного суда от 16-го, 12-го, 2019-го, о том, что субсидиарная ответственность переходит по наследству, когда умирает директор-участник. Как от этого защищаться? Ваши рекомендации. Ну, на мой взгляд, это, так скажем, несколько экзотическая ситуация. Она единичная. Я других таких историй не знаю. Больше того, что привлечение к субсидиарной ответственности родственников, которые не были задействованы в бизнесе – это вообще довольно редкая ситуация. Она бывает, в том случае, если это не наследники, а просто родственники, которые получали какие-то дивиденды. Но в данном случае это, на мой взгляд, такая не совсем правомерная ситуация. Да, понятно. То есть мотивировка суда, я читал это определение, мотивировка суда там в принципе понятна. Но опять же мы должны все-таки вернуться, на мой взгляд, к понятию контролирующее должника лицо. А эти наследники, они не были контролирующими лицами. Да, пусть они там получили какие-то, может быть, дивиденды от его деятельности, но сами они не являлись контролирующими лицами. И это первое. Второй момент. Конструкция о том, что субсидиарная ответственность – это не ответственность, непосредственно связанная с личностью, на мой взгляд, весьма и весьма сомнительная. Я не думаю, что эта практика получит большое распространение. Так. Если финансовый директор в рамках опционной программы стал миноритарием, владеет тремя процентами в компании, могут ли его посчитать контролирующим должностным лицом. Ну, смотрите, по сути, здесь необходимо будет суду в данной ситуации оценить в совокупности деятельность этого лица. То есть сами по себе 3% компании – это миноритарная доля, которая не дает права, в принципе, принимать никакие решения. Поэтому она сама по себе не может свидетельствовать о наличии статуса КДЛ. Возможно, в совокупности с другими факторами, с какими-то премиями, может быть, с каким-то неформальным участием в согласовании условий большинства сделок, или, наоборот, в формальном участии, в том самом визировании всех договоров. То есть наряду с этим, в общей совокупности, это и может сыграть. Но само по себе нет, такой связи не будет. Расскажите, пожалуйста, про выявление фактических бенефицаров. Большая тема. На сегодняшний момент очень активно юристы, которые работают со стороны конкурсных управляющих или со стороны кредиторов, ну и мы периодически тоже работаем в этом качестве, юристы пользуются самыми различными средствами для выявления фактических бенефицаров. Здесь, ну, часто используются, например, какие-то заявления, которые эти лица делали сами. То есть, ну, была история, там известное достаточно дело в судебной практике, это дело некой компании «Ладога». Там был такой холдинг, сложно, достаточно структурированный, там с управляющими компаниями, с компанией-владельцем активов, выведенный в отдельное юрлицо и так далее. И, собственно, банкротилось то лицо, к которому напрямую конечный бенефициар не имел отношения. Но одним из основных доказательств его привлечения было то, что он публично в прессе, там, где-то раньше за несколько лет, заявлял в каком-то интервью или в каком-то информационном материале, заявлял, что да, вот он является лицом, который отвечает за деятельность этой производственной компании, которая банкротилась. Также получаются материалы часто из каких-то зарубежных юрисдикций. Вот было дело, когда против одного из лиц, который не являлся формально никем в российской компании, возбуждалось уголовное дело в Швейцарии, и его связывали с зарегистрированной в Швейцарии компанией, которая была, в свою очередь, акционером российской. И материалы этого уголовного дела были получены. Это, по-моему, АСВшная была история, то есть там был банковский кредит, АСВ ввело банкротство. Вот, соответственно, тоже. То есть сейчас есть какие-то экзотические способы, как одно из доказательств, не единственное, но одно из доказательств, в том числе там фотографии в соцсетях, где люди совместно где-то сфотографированы на каких-нибудь праздниках, мероприятиях и так далее. Ну, самые-самые-самые разные способы используются для доказательства наличия статуса фактического бенефициара компании. Так, наверное, сейчас...